У студентов МГУ сегодня особый праздник. Один из старейших известных и престижных вузов, причем не только в нашей стране, отмечает круглую дату. Главному зданию университета на Воробьевых горах исполняется 65 лет. А высотке номер один. Петр Дерягин. Из семи сталинских высоток главный корпус МГУ самый грандиозный. Построенный на месте, где по советским заголовкам были лишь рытвины да овраги, небоскреб поражал воображение. И казалось, в этих стенах может быть все что угодно. Гигантские криогенные установки в фундаменте, охлаждающие мягкий грунт, секретные лаборатории и еще 30 подземных этажей. Это так и не подтвердившиеся мифы. Но попадая внутрь, понимаешь, почему они рождались. Актовый зал главного корпуса задумывался как сердце всего здания. От президентов США до Кастро и Ганди сюда приглашали как на главную послекремлевской сцену для диалога. И все здесь было по последнему слову техники. Только появившееся тогда люминесцентное освещение. А эти, казалось бы, декоративные узоры на потолке – часть первой в советах системы кондиционирования воздуха. Под зданием артезианская скважина. Из нее брали очень холодную воду. Эту воду разбрызгивали. И воздушный проток, проходя сквозь эту воду, на несколько градусов охлаждался. Поднять на вершину 120-тонный шпиль было самой сложной задачей. Для этого внутри оборудовали специальную шахту и самоподъемные механизмы. А на кадрах хроники кажется, будто шпиль взмывает в небо сам. 32-й этаж. Мы находимся прямо под шпилем. Об этом месте говорили. Здесь у советских спецслужб был наблюдательный пункт. Неудивительно, весь город как на ладони. А внутри под шпилем находится зал ротонда. Рубиновая звезда наверху сделана из того же стекла, что звезды на Кремле. А внизу, по первоначальному плану, даже хотели установить фонтан. Фонтан на высоте птичьего полета все-таки оказался слишком сложной технической задачей. Но с главным справились этот последний этаж. Всего небоскреба напоминает храм. Храм науки. Здесь есть дух такой храмовый. Об этом говорят все. И иностранцы, и вновь пришедшие ребята, студенты. И это кроме обстановки и самого значения, что это университет, я думаю, это и та архитектура, и те материалы, которые использованы в этой архитектуре. Выпускник МГУ Сергей Черешнев исследовал почти каждый уголок главного корпуса. Бывал и на крышах, и в шахтах. И изучил самые загадочные вопросы. Например, откуда пошла легенда о золотой статусе Сталина вместо шпиля. Говорят, ее сделали, хотели установить, но она до сих пор хранится в подвалах. Статуя Сталина, да, на самом деле существовала. И она стояла здесь, на этом самом месте. Но стояла недолго, еще до открытия университета. Ее по какой-то причине сняли. И дальнейшее ее местонахождение неизвестно, но в подвалах ее точно нет. Сегодня, как и 65 лет назад, университет принимает первокурсников. Каждый из них также знакомится с легендами этого места. И теперь это их история, которая только начинается. Петр Дерягин, Марьяна Соболева, Никита Чалых, Дмитрий Анисимов и Валерий Севастьянов. Первый канал.